добрый день ребята сегодня мы с вами продолжаем изучение раздела семья и подросток урок номер два тема семейный долг что для вас значит долг давайте обратимся к определению этого слова долг это осознание человеком необходимости исполнения моральных норм человек долга выполняет существующие нормы не по принуждению а на основе своих убеждений а что же такое семейный долг на этот вопрос мы постараемся найти ответ на сегодняшнем уроке мы прочитаем притчу волшебная копейка будем составлять проблемные вопросы и находить на них ответы используя свои речи перефразы сегодня мы прочитаем притчу волшебная копейка а что же такое притча притча это небольшой рассказ содержащий поучение во насказательной аллегорической форме каждая притча может научить чему-то в ней заложена какая-то определенная правда какой-то определенный урок маленький или большой закон мира в котором мы живем притчи используются аллегории это иносказание изображение отвлеченного понятия с помощью конкретного жизненного образа например весы это символ правосудия якорь надежды аллегории часто используется в баснях и сказках например леса хитрая волк жадный змея коварная мы будем составлять проблемные вопросы это вопросы которые требуют анализа сравнения сопоставления объяснения разнородной информации и соответственно более глубокого понимания материала и интереса к нему умение задавать такие вопросы это навык которому можно и нужно научиться при составлении проблемных вопросов можно использовать начало этих вопросов что случится если приведите пример в чем сильные и слабые стороны на что похожи что мы уже знаем каким образом можно использовать чем похожи каким образом одно явление влияет на другое какой является лучшим и почему своей речи вы будете использовать перефразы перефраза это описательный оборот употребляемый вместо какого-либо слова или словосочетания например город на неве это санкт-петербург страна голубых озер это карелия перефразы могут быть обще языковыми и индивидуально авторскими общее языковые перефразы понятны всем например братья наши меньше то есть животные индивидуально авторские используются поэтами и писателями унылая пора а чей очарование так пушкин говорил об осень прочитаем притчу волшебная копейка шел по дороге паренек смотрит копейка лежит что же подумал он и копейка деньги взял ее и положил в кошель и стал дальше думать а что бы я сделал если бы нашел тысячу рублей купил бы подарки отцу с матерью только подумал так чувствую кошелек вроде бы толще стал заглянул в него а там тысяча рублей странное дело поделился паренек была одна копейка а теперь тысяча рублей а что бы я сделал если бы нашел десять тысяч рублей купил бы корову и поил бы молоком родителей смотрит а у него уже десять тысяч рублей чудеса обрадовался счастливчик а что если бы сто тысяч рублей нашел купил бы дом взял бы себе жену и поселил бы в новом доме своих стариков быстро раскрыл кошель и точно лежат сто тысяч рублей тут его раздумья взяло может не забирать в новый дом отца с матерью вдруг они моей жене не понравится пускай в старом доме живут и корову держать хлопотно лучше козу куплю а подарков много не стану покупать итак расходы большие и вдруг чувствует что кошель то стал легким прилегким испугался раскрыл его глядь а там всего одна копейка лежит одна одинешенька составьте два проблемных вопроса к притче обратите внимание на дескрипторы составляет первый проблемный вопрос составляет второй проблемный вопрос соблюдает структуру вопросов ответ ответьте на эти вопросы используя в своей речи перефразы перефразы обратите внимание на дескрипторы отвечает на первый проблемный вопрос отвечает на второй проблемный вопрос использует перефразы перефразы ребята сегодня вы узнали что такое притча аллегория и перефразы прочитали притчу волшебная копейка и составили к ней проблемные вопросы и ответили на них желаю вам успехов встретимся на следующем уроке на следующем